Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о правильном способе использования железного купороса как препарата для защиты растений. Мы очень часто в своих роликах, выпусках упоминаем железный купорос, особенно часто как средство для обеспечения растений железом в случае, когда у них наблюдается хлороз, железное голодание. В этом случае железный купорос необходимо использовать совместно с лимонной кислотой, либо с гуматами. У нас есть ролики, посмотрите. Однако же железный купорос частенько используется и как средство защиты растений от широкого спектра заболеваний. И плодовые гнили, и серая гниль, и различные болезни томатов, включая кладоспориоз, и многие-многие другие растения можно избавить от болезней с помощью этого средства защиты. Я больше люблю железный купорос, чем медный. Почему? Потому что все-таки одновременно мы вносим и железо, которое так или иначе, но попадет в растения и будет служить им хорошим подспорьем. Ведь железо, надо это не забывать, особенно в начале вегетации растений, являются существенным элементом, способствующим правильному усвоению азота. Можно сколько угодно гормить азотом растения, но они могут продолжать хлорозить из-за того, что железа не хватает и оно не позволяет усваиваться азоту. Но сейчас немного о другом. Эффективные концентрации железного купороса колеблются от 2% до 5%. Это означает 200 г железного купороса на ведро воды на 10 литров, до полукилограмма железного купороса на ведро воды. Самые высокие концентрации мы используем тогда, когда необходимо сделать искореняющие обработки растений, находящихся в покое, избавиться от мха, например, на газоне или на каких-то постройках. А также осенью мы делаем искореняющую обработку по листу, у нас есть об этом видео, для того, чтобы буквально сжечь листья вместе с вредителями и болезнями, для того, чтобы не дать им возможность нормально зазимовать и сохраниться, чтобы не заражать растения на будущий год. Когда же речь идёт о молодых нежных листочках, в этом случае максимальная концентрация железного купороса должна быть 2%, не более. При этом эта же концентрация является минимально действующей. В этой связи соблюдение вот этого баланса между достижением высокой концентрации в 2%, но всё-таки не переборщить, чтобы не вызвать фитотоксические эффекты, является тонкой гранью, тонким балансированием между эффективными обработками и фитотоксичным повреждающим эффектом. Кроме того, ведь имеет значение и степень обработки растений, сколько этого раствора мы выльем. Мы всегда говорим о том, что обрабатывать надо по хорошо пролитым растениям, когда нет яркого солнца, когда растения находятся в нормальном физиологическом состоянии увлажнённости, то есть у них нормальный тургор, и наносить средства защиты необходимо до лёгкого-лёгкого увлажнения, не допуская смывания препарата, то есть обмывания препаратом листьев или стеблей и так далее. Однако же, конечно, бывают в ходе самой обработки и нюансы. Поэтому я вам посоветую несколько способов снижения фитотоксичного влияния высоких концентраций купороса при сохранении его высокой фунгицидной активности. Кроме того, добавление этих веществ поможет вам также и отпугнуть насекомых вредителей. Не то, чтобы эти растворы их убьют, но они будут обладать репеллентным действием, то есть насекомые не захотят лезть на обработанные таким способом растения. Итак, у меня есть растворы железного купороса, и я туда добавлю вещества, которые нейтрализуют его вредное действие. Дело в том, что купоросы, будь то сульфат меди или сульфат железа, они обладают некоторой кислой реакцией. Кислая реакция растворов не очень подходит растениям. Собственно говоря, как и сильно щелочная, растения предпочитают нанесение нейтральных растворов на свою поверхность. Чем же можно нейтрализовать избыточную кислотность? При изобретении бортовской жидкости в качестве такого агента использовалась известь, гашеная известь. Вы также можете использовать гашеную известь, чтобы погасить раствор железного купороса. В этом случае на 200 грамм железного купороса на ведро воды вам понадобится 20 грамм, то есть примерно столовая ложка гашеной извести. Гашеную известь желательно предварительно в водичке растворить, после чего тонкой струйкой влить в ведро с раствором железного купороса и немедленно приступить к обработке. Всегда, когда вы готовите бордосскую жидкость, когда вы используете вот те рецепты, о которых я сейчас скажу, во всех случаях раствор должен применяться как можно быстрее. Почему? Потому что впоследствии при хранении раствор соберется, вещество вот это растворе соберется в комочки, и, во-первых, снизится его эффективность, а во-вторых, вы просто-напросто будете забивать свой опрыскиватель. В качестве прилипателя во всех случаях можно использовать жидкое мыло, ни в коем случае не зеленое и не хозяйственное, только жидкое, а можно не использовать вообще ничего. Раствор достаточно хорошо ложится на листья. Итак, способ номер два, это кроме гашеной извести, способ номер два, это использование раствора нашатырного спирта. У меня будет раствор 30% аммиака. Я буду добавлять этого раствора на ведро воды чайную ложечку. Если у вас нашатырный 10% раствор, то в этом случае подойдет такая вот неполная, непереливающаяся столовая ложка. Итак, для того, чтобы погасить немножечко раствор железного купороса, нам необходимо, на свежем воздухе работать, конечно, необходимо, нам необходимо буквально чайная ложечка на ведро воды. Я демонстрирую в пол-литре, просто чтобы показать, что произойдет. Посмотрите, раствор поменяет окраску, железный купорос нейтрализуется, и если этот раствор постоит какое-то время, то в этом случае он выпадет в осадок. Именно поэтому я рекомендую вам использовать этот раствор как можно быстрее. При этом он очень и очень эффективен для защиты от болезней и для отпугивания вредителей. Второй способ – это добавить на ведро воды столовую ложку обыкновенной питьевой соды. Дело в том, что я небольшой сторонник соды на участке. Почему? Она содержит натрий, а натрий очень сильно ухудшает качество почв. Но иногда, когда необходимо обработать по поверхности растений, когда вы не проливаете по совету некоторых блогеров, это вообще ужасно. Соду сыпать в качестве нейтрализующего почву агента и так далее – это все очень плохие советы. Но в крайнем случае, если у вас ничего нет ни нашатырного спирта, ни 30% раствора аммиака, ни чего-то еще такого, ну, чего еще такого, то в этом случае можно использовать также столовую ложку без горочки на ведро воды соды. Я вам просто тоже показываю, что получится. Имейте в виду, что когда вы будете добавлять соду, то раствор купороса может шипеть. Ну, не может шипеть, а будет немножечко шипеть. Поэтому в этом случае вы, пожалуйста, используйте не до верха наполненную посуду, то есть немножечко не до верха, чтобы было куда этому газу уходить. Когда вы будете использовать соду, то вы увидите, что ваш раствор потемнеет и тоже как бы соберется маленькими-маленькими комочечками. Это не страшно. Они мягкие, но до тех пор, пока вы его не храните. Ну, в течение 2-3 часов жить он будет, все хорошо, но не более. Поэтому использовать его нужно как можно быстрее. Вот таких 3 способа усиления, улучшения и нейтрализации вредного воздействия купороса, высоких доз купороса на растения я вам порекомендую. Это хороший способ борьбы с болезнями, отпугивания вредителей. Он абсолютно дружественен для окружающей среды. Он не наносит серьезного урона, ну, то есть в тех дозах, о которых мы говорим, здоровью человека. И он, как вы понимаете, не является фитотоксичным. То есть не наносит повреждения, даже если вы сделаете какие-то допущения в виде избыточного обработки в дозе, да, то есть вы слишком много этого раствора нанесете, либо ваши растения немножко подсохшие, либо стоит жаркая солнечная погода и так далее. Что ж, надеюсь, наши советы помогают вам получать хорошее, здоровое, богатое урожае, садоводство и огородничество, что приносило вам радость. Для этого мы стараемся и работаем. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое главное. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова